Две посылочки с сайта Алиэкспресс, паяльник с регулируемой температурой и незаменимые аксессуары к нему. Поехали! Всем привет! Канал просто посылка из Китая. Меня зовут Игорь. Две посылочки с сайта Алиэкспресс, одна открытая и друг друга дополняют. Вот этот паяльник покупал я ровно год назад на сайте Алиэкспресс. Служит он мне верой и правдой. Паяльник хороший, недорогой. Ссылочки все будут в описании. Переходите, смотрите. Вкратце расскажу про этот паяльник, покажу, что он из себя представляет. Цена была меньше 10 долларов. Сейчас, когда будут скидки на распродажи. Он еще дешевле будет стоить. Кто заинтересовался, переходите, смотрите по ссылочкам. Значит так. Эх, дизайн мне сразу понравился. Прозрачный, такой интересный. Внутри все микросхемки видно. Есть регулятор. Это привлекло внимание. Плюс то, что 60 Вт и 220 Вольт, 50-60 Гц. Стандартные параметры, но 60 Вт довольно-таки мощные. Есть маленькие, поменьше мощностей. Но вот этот самый такой оптимальный для домашней работы. И плюс еще то, что здесь у нас керамический нагревательный элемент. Вот так выглядит. Вот за год использования почернел немного. Плюс сама шайба вот эта вот закручивающаяся предохранительная почернела трубчатая. Но это не страшно. Жало. Вот так выглядит стандартное, которое у меня стоит в комплекте. Есть еще жало такого вот плана. Более острое, немножко потупее. Такая вот пилка-нож. И стандартное практически на всех паяльниках в комплектах идет. Жало не проблема. На сайте Алиэкспресс их очень много. Заказывать можно. Ссылочки все оставлю вам в описании. Вот даже на этой татуировке какая-то такая есть отпечатанная. Есть у нас здесь крокодильчик для заземления еще. И вот колхоз такой я сделал себе. Подключаю сюда провод обычный с компьютера. Получается по длине провод. И не было в комплекте переходника европейского. Но это я сам не запросил. Там было на сайте у продукта указано. Если вы хотите европейскую вилочку, то закажите и попросите, чтобы я вам выслал. Паяльник я включу. Покажу, конечно, как нагревается. Здесь внутри есть светодиод, который отображает в период нагревания. Если он достигает определенной температуры на этом регуляторе, он отключается. Диапазон температуры у нас от 200 градусов до 450. В принципе удобно и очень все хорошо. Открываем вторую посылочку. Плюс и припой у нас здесь во второй посылке. Доставлено было почтой Малайзии. Оценено в 2,82 доллара. И так кажется цена и правдивая указана. Но ссылки будут в описании. Здесь у нас шприц. И здесь у нас моток. Солдер. Моточек, который идет с припоем. Уже можно паять сразу, потому что он идет с флюсом. Но дополнительно купил вот такой. Самый распространенный, популярный и очень классный. Все используют по всем тестам, по всем характеристикам. Один из лучших. И я нашел ссылочку меньше доллара. Оставлю в описании. Корр. Вайр 0,8 миллиметров. И у нас получается здесь вес 50 грамм. Вот такая вот бухта. Попробую сейчас, как это все будет паяться. Ссылочки на этот товар я оставлю в описании. Паяльник сейчас включу. Посмотрим, как нагревается. Покажу. И попробуем вот этот флюс. И вот этот вот припойчик. Кайна. Made in China. Флюс. 2%. Модель B. 0,8 миллиметров. Ну, я думаю, вы все характеристики увидели. И пользуйтесь, если знаете все эти вещи. Давайте попробуем включить паяльник. И что-нибудь припаять. Подключил я паяльник. После подключения можно регулировать температуру. Выставляем больше. Загорается индикаторный светодиод. Значит, паяльник продолжает греться. И сейчас у нас стоит 250 градусов. Вот на 200 уже тухнет. Ну, поставим 250. Вот он разогревается очень быстро. Нашел я кукурузку, лампочку. Вот здесь что-нибудь сейчас выпаяем. И попробуем припаять обратно. Она уже сгорела. Есть такие вот фейки, продают, которые в Китае очень дешево стоят кукурузы. И такие лампы горят за месяц. Хотя светодиоды, как заявлено, должны очень долго работать. Но из-за вот этих всех некачественных деталей внутри, дешевых, сгорает очень быстро. Давайте сейчас попробуем припаять. Ну вот, в принципе, я припаял. Все держится, все паяется очень хорошо. Оторвать практически невозможно. Если, конечно, хорошо не дергать. Флюс хороший и припоет хороший. Хотелось мне, конечно, вам побольше про все это рассказать. Но для бытовых нужд и для неповседневного использования, там можно, в принципе, каждый день паять. Если у вас есть настроение и желание, и это ваша работа. Можно использовать, заниматься. Раньше с этим было посложнее. Раньше, по-моему, даже я с перином паял там, делал припой, чтобы залудить. Можно было нормально. Сейчас все вышло на новый уровень. Качество даже у самого плохого все равно будет лучше. Мужики, ну а вычеркните в комментариях, как часто вы паяете. И паяете ли вы вообще, держали ли в руках паяльник. И есть ли он у вас дома. Буду признателен. Канал просто посылка из Китая. Продолжает открывать для вас интересные товары из китайских интернет-магазинов. Следите за моими видео-выходами. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Не пропускайте распродажи на сайтах Алиэкспресс и других интернет-магазинов. Игорь с вами был. Паяли сегодня. Желаю вам здоровья, удачи, позитива, классного настроения. И всего-всего хорошего. Пока.